Да ну, что это деньги обсуждать? Я не люблю это. Ну, за 10 дней успеваешь, а по жене там соскучишься. Конечно. Как выхожешь в положении? Не, ну догадайся. Я не знаю. Вот я недавно просто экспериментировал, сломался унитаз. Развития никакого. Здравствуй, Ходя. Здорово. Что там? Спасибо тебе большое, что согласился ответить на пару наших. Что пришел в это прекрасное кафе. Да. Слушай, ну, для тех, кто не все еще знает о тебе, расскажи, пожалуйста, в двух словах буквально, с кем ты работал, с кем работаешь сейчас. Ну, начал я из профессиональной своей деятельности в 99-м году с группой Mad Dog, культовая гранж-группа. А, Ирина Вагушевская в 2005-м году. Потом параллельно я все время играл с Толей Герасимовым, русским саксофонистом, который уехал в Америку в конце того века и стал там знаменитым русским саксофонистом, который играл у дюка Лингтона. То он был Батархан Шукенов. Группа Tokyo. Круто. Ну, в общем, и в итоге лет 10 назад я начал сотрудничать с Васей Бастой и вот до сих пор с ним работаю. Потом у меня Therm-Aids был. Therm-Aids. Therm-Aids. Что еще? Еще что-то было. Tiger Cave. Tiger Cave. Scaleify. Да, но это вот из свежих. Это вот последние три года. У меня есть где-то в компьютере небольшой файл, в котором я написал все группы, в которых я играл. А так вообще в каком возрасте ты стал на гитаре играть? Я взял гитару в 14 лет. Но перед этим я в 6 лет начал играть на фортепьяно, поэтому, закончив музыкалку, практически отучившись там 10 лет, я просто сам на гитаре научился играть. Тогда мы с тобой познакомились. Да, я помню. Ты был уже крутым гитаристом. Да что вы? Вы не знаете, Серега играл. Тогда для меня это было просто космосом. Ты уже был каким-то мегапрофи. Ты у Губина играл еще у кого-то, да? Ну, 2000-го я играл. Вот, для меня это был какой-то космос. Слушай, ну, расскажи нам, пожалуйста, на чем ты играешь? У меня 11 инструментов. 11 инструментов? Да. Короче, значит, что я тут пользую? Ну, вот у меня кемпер, и все. Кемпер, и даже более того, один пресет. Не, ну ладно, вру, два пресета. Вот для концертов с Иваси я использую два пресета. Так, у тебя кемпер и к нему его же родной футконтроллер. С очень красивым шнуром, сделанным моими друзьями, который ходит вокруг тут. Это очень важный элемент. Каждый раз он радует взгляд. Я понял. Радует глаз. Так, ну вот есть еще вот такая сигмочка. Это не тот. Акустическая гитара, да? Да, рабочая лошадка, маленькая. Вообще, мы сейчас говорили про увлажнение, все остальное. На самом деле, я вообще не думаю о ней, как она себя чувствует. Она просто ездит со мной везде. Ей никакое увлажнение не нужно. Она вот за последние три года ни разу меня не подвела вообще. То есть ничего не ведет, гриф никуда не уходит. Ровно все строит. Классно вообще. Работаешь. Соток. То есть при бочке педали ты не используешь вот в этом? Слушай, у меня дома такой огромный педалборд лежит. И мне даже жалко иногда, что я его не использую. Но по факту возить его ради вот этих вот пяти звуков, в которые я играю, просто нет смысла. Я его использую дома для записи. Раньше я его возил, но он реально тяжело. То есть это лишний килограмм тридцать и ящик, это огромный. Я полю. Что за гипсон у тебя такой красивый раскрылся? Это файрборд. Никто не знает, что это гипсон, потому что я снял с него вот эту штучку, где написано гипсон. И все такие спрашивают, что это такое. На самом деле это файрборд, который я покрасил. А ты его еще перекрашил? Да, видишь, он на самом деле был вот этим. А, был с от дерз. Ну, что мне не нравилось. И когда он стал моим, об этом умолчим. Спасибо компании Гипсон. Когда он стал моим, я его сразу же перекрасил. Потому что я хотел такой гипсон, собственно, когда я увидел его у Пласиба, у гитариста, у этого, точнее, у басиста, у Стефана. И он мне так понравился внешне, что я понял, что... А как ты знаешь, гитара должна в первую очередь нравиться внешне, не знаю, по крайней мере, у меня так, как машина, как, не знаю, встречают по одежке, да? Да. Вот, поэтому у меня такой подход к этому эстетически. Оказалось, что она еще и звучит очень круто. Я даже продал свой старый, предыдущий гипсон, СГ-шку, и, в общем, то есть она оказалась мне вообще не нужна. Круто. Божешь в двух словах рассказать о своих пресетах, что ты там используешь? Вот, смотри, значит, у меня есть клин. Так. Какой пресет это именно? Ну, что заусилите там? Вот. Это M-Brit, встроенный, я так помню. Я просто вообще ламер в этом деле. Я вот как два года назад купил его, как эти звуки настроил, так с тех пор даже не апгрейдил. У меня, видишь, старая еще система. И я вот собираюсь, когда придет время, не знаю, пройдет еще лет 10, и я тогда новую обшивку даю. Прошивку. Новую прошивку поставлю. А так вот, собственно, я просто поиграл на том, что есть внутри него, и мне вот этот пресет понравился. Ну что, у меня на этом, здесь, на этом клин-канале еще есть, значит, холл небольшой, и вот я его включаю периодически. Он у меня по умолчанию стоит сразу. Потом я иногда дилей маленький, включаю тремоло. И вау, автовау, для каких-то фанковых вставок. Дальше идет канал драйв, типа кранч такой. Ну, такой мощный достаточно кранч, то есть такой уже ближе к драйву. Тоже с холлом, небольшим, вот там дилей на тремоло. И еще включается фейзер иногда, вот здесь вот у меня. Третий канал это дисторшн, такой для GGGG. Четвертый канал это сольный у меня канал, такой фуз я нашел, лютый, который прямо так, ну как типа рета, типа рета, примочки. Вот у меня был ред, у меня есть, но вот чтобы его не использовать, я вот нашел такой фуз. И третий это такой фикс, который я нарулил, много разных дилеев и холлов, что ты одну ноту берешь, а она так летает, разлетается по атмосфере. Для таких чилл мест. 15 пресетов для группы Мачете, там на каждой песне свой пресет, потому что там везде выстроены дилы, в темп песни и так далее, разные звуки мы подбирали. А для того, чтобы с Васей играть, здесь как бы хватает вот этих двух пресетов, в принципе, так, по старинке, одним звуком. Круто. Расскажи, какие твои любимые примочки с собой? Так, сейчас вспомнить надо. Тюнер. Боссовский классический тюнер. Борд-педальный. Потом после него идет у меня Dual Overdrive, желтенький такой, с двумя каналами. Там есть Distortion и Crunch. К нему я сделал сам фут-свич из маршаловского фут-свича, то есть там вспаял, воткнул. Дальше идет Red. Дальше идет Tremolo боссовская, зелененькая. Т2 что ли, или Air. Не помню, как называется. Ну, обычно, с тремя ручками такое. Потом идет синий Line 6-овский с четырьмя кнопками такой, как он называется. Там всякие хорусы, Tremolo, Phaser. Ну, такой синий здоровый. Потом такой же здоровый DL-6 тоже Line 6-овский. И вот я помню, там наруливал классные какие-то дилэи, которые можно еще в процессе руления, в процессе, ну, прям в процессе игры рулить, там такие штуки делать. И Tremolo я использовал, получается, у меня одно было простое Tremolo, легкое такое, а еще было два Tremolo вот на этом синим. Там одно было Tremolo, которое, когда берешь звук, чем громче аккорд ты взял, тем он быстрее Tremolite. То есть, да, и по мере затихания звука, Tremolo тоже эффект, скорость уменьшается. Получается, ты берешь, и он такой ты-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды. Ликой, да, очень клевая тема. И второе Tremolo было, которое просто берешь, и оно такое, па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па. Вот такой, знаешь, там, на коду, ну, как он нажал, и оно так эффект дает. Потом что там, потом дальше шло у меня дилей был боссовский DD-6, на котором можно вот так нажимаешь, когда педали, он просто тянет звук. То есть, ты берешь аккорд, он прям вот там, да-да-да-да-да-да, фриз. А если ты с ручкой громкости, это аккорды какие-нибудь разные меняешь и так его фризишь, то он тоже такой дает пэт. Сверху еще эти дилеи другие, все очень красиво летает. Потом у меня еще там голубенький, этот, Strymon Hall, да, Blue Sky. Там есть тоже один такой эффект, когда ты просто в никуда вообще спускаешь этот звук, он просто длится вечно, очень красиво. Что еще, ничего не забыл? По-моему, да, по-моему, все вроде. Ты помнишь, какая твоя была первая приборщика гитарной? Да, вот этот Dual Overdrive. Я помню, в 96-м году в группе, в которой я тогда играл, называлась группа «Фабриканты», и там был такой певец, автор песен Паша Самохвалов, он сейчас такой знаменитый фотограф. И он, Паша Лима с ним в магазин, он раскошелился, купил этот Dual Overdrive. Потом следом была Crybaby, примочка, но у меня до сих пор где-то лежит, но она уже хрустится, и ей пользоваться невозможно, я ей пытался там реанимирует, но все-таки как-то пылится просто пока. Скажи, да не обитай в остров, какие три примочки взял устров? А гитара там будет? Да. А электричество? Слушай, ну, холл, дилей, и тут и, соответственно, какой-то классный дилей, классный холл. И, возможно, ну, не драйв точно. Я бы там на Айлстрим что-то чиловое такое играл. Джазово, кубинское, расслабленное. Ну, может быть, тремоло тогда еще. Круто, спасибо. Ну что ж, с девайсами разобрались. Ну, скажи, ты проработал стербейт сколько? Восемь. Восемь лет? Или сейчас с 11 по 19. Да. А почему ушел? Слушай, ну, я хотел развиваться сам. И, в общем-то, наверное, по большому счету поэтому. То есть не было какой-то скандальной истории, что ты там переспал с девушкой Антогой? Нет, у нас с Юлей были прекрасные отношения с его женой. Мы там катались на сноубордах, когда были на гастролях и так далее. Нет, 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 вообще-то всего не было. И близко даже. Просто, ну, знаешь, как-то с годами копилось, что хочется собственного развития. А там, в рамках этого проекта было это сложно сделать. То есть, и поэтому, наверное, собственно, я ушел. Не жалеешь? Нет, я не знаю. Я как-то разве... Если уж говорить о том, что сессионный музыкант, которым я был, по сути, в Термейс, все равно. А то есть у вас не было такого какого-то паритета? Ну, понимаешь, что в итоге не было, потому что изначально не всем было понятно, что это проект Антона. Все как-то думали, что это все-таки группа. Но потом как-то он такой мощный лидер, что, ну, хотелось... Ну, я хотел что-то делать тоже, но не помещался я. И как-то меня вытесняло все время. То есть мне надо было все время что-то доказывать, что-то толкаться, как переть, как танк, знаешь, чтобы чего-то там достичь. Ну, это как-то сложно. Это да. Поэтому либо это происходит естественным образом, либо это не происходит естественным образом. И человек, как лидер, там принимает все решения. Окей, ну, давайте тогда мы просто сессионные хорошие музыканты, которых ты набрал. Ну, в данной ситуации я тогда иду дальше по ступени вот этой вот карьеры сессионщика и иду тогда к Басте, понимаешь? Вася такой вроде жесткий чувак. Ну, по крайней мере, у него пиар-имидж такого достаточно брутального, настоящего ростовского такого пацана, который здесь что может в глаз дать, например? Ну да, что такого? Как с ним вообще работать? Не бывает такое, что он что-то не выучил партию? Нет, слушай, Вася, он же понимает, с кем он работает. Он уважает очень за трудовые заслуги, так сказать, мой послуженный список. Да и тот же Антон такой же чувак жесткий из Магадана, какая разница. Да на самом деле нормально общаться с нормальными пацанами. Сколько у тебя самая большая была гастрольная поездка? Тур, ты имеешь в виду? Да. Да не было таких туров по полгода, по... Да нет, максимум дней 10, по-моему. Ну, за 10 дней успеваешь, а по жене тут соскучится. Конечно, да. Как выхожешь в положение? В смысле соскучиться? Я держу себя в руках. Держишь себя в руках? Мы же люди, у нас голова должна телом управлять, а не тело головы. Ого! Вот, поэтому, да. Я понял. Ну, скажи, кто больше платит, Баст или Термейст платили? А мы будем обсуждать финансовые вопросы? Конечно, как же. Это же самое интересное, ради этого всей темы. Нет, ну догадайся. Я не вздываю. Слушай, ну, я думаю, что тут нет такого, что платит тот или иной артист больше. Тут зависит от того, кто ты и как ты договорился с артистом. Вот и все. Тебе платит больше платить. Слушай, ну, скажем так, во-первых, работай больше. Это однозначно. Потому что человек поет русскоязычный, поп-артист такой топового уровня. Понятно, что ему с ним сложно сравниться. Да, то есть, тем более группе, поющей на английском. А более того, сейчас, я так понимаю, ребята там лэбом больше занимаются этим проектом телевизионным вот этим. И концертов там не очень много. Ну, да, ну, что это деньги обсуждать? Я не люблю это. Деньги любят тишину. О, да. Ладно. На какой машине ездишь? Слушай, ну, сейчас у меня Nissan Murano. Я уже на нем с 14-го года езжу. Можешь назвать, до твоего взгляда, пять лучших российских гитаристов? Надо вспомнить. Помимо нас с тобой просто надо сейчас... Ну, троиха. Ну, подожди, давай сейчас. Ну, конечно, Федя Досумов, безусловно, какой-то монстр просто. Павел Ершов такой есть гитарист. Да и вообще, кто я такой, чтобы судить таких виртуозов? Но я тут сам-то и быстро не умею играть. Ну, назови еще. Это как Клэптон там, или как Биби Кинг. Две ноты сыграл, и кайф. А, ну, слушай, ну, вот если говорить о блюзе, то это, конечно, Серега Воронов. И вообще стильный такой чувак, конечно, крутейший. Андрей Звонков. Андрюха, B2. Да, сейчас B2, а так вообще он классику играет прекрасно. Ясно. Бах, а там... Да, он меня учил тоже, как и ты, играть на гитаре в свое время. Андрюха, Крэптон. Так, потом... Слушай, классный гитарист. Вот Илья Камалдинов, который в Термейс сейчас играет. Дима Павлов, второй Термейсовский тоже. Вот такого стиля мне гитаристы очень нравится, когда и не гонятся за какой-то скоростью, и у них не металлистический звук, а они как бы погружаются... Много знают про гармонию, больше подходят к качеству звукоизвлечения и качеству как бы самого звука. То есть, прям стильно очень играют, так скажем. Юра Новгородский. Юра Новгородский. И вообще супер гитарист. Слушай, ну скажи, я понял, что ты не любишь про деньги говорить, но в целом, допустим, если не брать твою... Я знаю, ты аранжировками занимаешься, композициями там и всякими другими проектами. Чисто как инструментальный гитарист. Сколько можно заработать... Ну скажем, сколько бы зарабатывал друг, который бы работал как-то беседу? Смотря сколько концертов... Ну в среднем, если на год разделить вот все. Слушай, я вот не делил на год, но... Ну так, по ощущениям. Если брать в среднюю зарплату, там, не знаю, 30 тысяч рублей за концерт, ну и там, если хороший артист, то это 8 концертов в среднем, да? В месяц. Ну это нормально. 8, ну так, корпоративы какие-то прилетели, там, гастроли. Сейчас уже отменяются все время. Да, да, да. Но прилетают корпоративы. Опять-таки, если на артисты спрос есть, то корпоративы, конечно, будут в любой ситуации. Поэтому вот и считай. Сколько? 8,3,24 в месяце. В год 2 миллиона 400. Ну, 10 месяцев. Да, просто плюс еще 2 месяца. Ну, до столь миллиона. Да, примерно. Ну, в год. Жить можно? По-моему, да. Если ты... Да, еще можно чем-то же заниматься параллельно. Преподаешь гитару? Нет, это не мое, я понял. Я преподавал, но я решил, что если я уж буду преподавать, то за... Ну, я брал 5 тысяч рублей за урок. Ну, это те деньги, за которые я готов сидеть час и слушать человека, который, ну... Не умеет играть. Занимаемся, я ему каждый палец ставлю на каждом уроке, ничего не меняется. Понимаешь? Развития никакого. Поэтому это не мое призвание, конечно, педагогика. Не понял. Наверное, мне даже приятно с кем-то заниматься, кто интересуется и кто... Я вижу, что он будет развиваться и для него эта информация действительно полезна. Но... Даже вот с сыном у меня не получается заниматься. Я начинаю... Да вот же! Так же! Не понимаешь, что ли? И все, и начинается ор. Слушай, а у тебя вот самого за долгие годы занятия на гитаре не было такого желания? Знаешь, как вот помнишь ролик есть самый злобный гитарист, когда мужик такой бородатый на акустике играет и начинает просто расхерачивать, потом ногой там ползать. Нет, не видел этого. Это очень вирусный ролик был. Ну, не было желания вообще бросить там гитару, знаешь, чем-то другим? Послать все... Никогда не было, нет, вообще. Никогда. Ты настоящий фанат такой, прежде чем? Я не фанат именно гитары, я не знаю, я просто люблю музыку. Вот я даже... Замечаю, что когда ты... ну, ты устаешь или тебе надо заставить себя сесть работать, да, будь то аранжировка или какая-то музыка, которую надо там сделать, или, ну... на гитаре я уже не занимаюсь много лет. Уже не нужно просто, я не знаю, я мог бы заниматься и совершенствоваться, но я не занимаюсь, если честно. Ну, если что-то надо выучить, я сажусь, выучиваю, записываю ноты и все, и поехали там на концерт. А так именно сидеть, что-то улучшать свою технику или что-то там развивать дальше, мне почему-то не приходит это в голову. Когда ты себя заставляешь, пересилишь, даже в этот момент ты садишься, ну, ладно, все, начинаем. И через 10 минут ты в процесс погружаешься и все, ты прямо начинаешь получать удовольствие. Что бы ты ни делал, главное, ведь даже самая какая-то ужасная песня, которую тебе надо аранжировать, тебе ее надо полюбить. А когда ты ее полюбил, все, музыка полилась через тебя и ты получил позитив. То есть, после этого сразу сделанная работа, она тебя как бы вдохновляет. Поэтому бросить мне никогда не приходило в голову, не знаю. Какой самый вообще любимый альбом до все времена, который прям готов слушать бесконечно? Бесконечно я вообще не могу слушать. Я выучиваю просто наизуне. Знаешь, вот я недавно просто поэкспериментировал, у меня вот в машине есть блок с дисками, которые вот там лежат. Это еще из трех предыдущих машин перекочевало. Понимаешь, что с этим диском уже лет 20, наверное. Включаю, вообще не помню, что за музыка. А, и мне что-то включается, я всю импровизацию просто в ноль пою вместе с ним. Я такой думаю, ну понятно. Недавно я кайфанул дико от Dire Straits вот этот альбом, где Walk of Life песня, ну классический. Слушай, были какие-то смешные истории на гастролях? Конечно, сколько их было. Расскажи, парчик. Хорошо, с одной группой как-то летали и на гастролях в отеле у человека сломался унитаз. Точнее, он откололся от стены и раскололся на мелкие кусочки. Что? Ты знаешь, такие унитазы есть, которые как бы, ну да, вот просто такой и вот такой. То есть, у него даже нету здесь никаких ни шлангов, ничего, то есть, он просто держится на этой, как-то, не знаю, как. и вот человек на него сел, отвалился, раскололся. И мы его вынесли по кусочкам и выбросили в бусон и в бак рядом с отелем. То есть, типа, не было унитаза. Человек от номера без унитаза. Это такой случай. А так, конечно, миллиарды, это уже постоянно веселуха какая-то, особенно раньше. Какой бы ты совет дал себе, скажем, 18-летнему глядя на весь путь, который ты уже прошел, чтобы тебе было легче добиваться того, чего ты достиг? Ну, безусловно, развиваться, заниматься, чего я сейчас не делаю. Но тогда, я, конечно, занимался, но мало. Если бы я плотно занимался, я бы гораздо раньше начал, ну, вышел на какой-то нормальный уровень. Важно развивать свой музыкальный вкус еще, чтобы играть в разных стилях. И чтобы вообще играть стильно, нужно так хорошо впитать музыку, поизучать ее, поизучать, как гармонии работают в роке, как в джазе, как в поп-музыке. И все вот это, когда совместится в голове ученика, то пойдут какие-то плоды. Поэтому я бы просто много занимался именно, не тратил время зря, а именно сидел, изучал, снимал разные соло, снимал гармонию, занимался бы гармонией, изучением, аранжировкой очень важно, мне кажется, тоже заниматься. Сейчас это так доступно, но когда ты погружаешься в это изнутри, тебе все вещи становятся понятны, и ты можешь объяснять людям, музыкантам, что они должны сыграть. Коль, спасибо тебе огромное, что согласился про все рассказать. На здоровье. Ждем тебя в Pedal Zoo. С удовольствием загляну. Мне нужен Iridium. Заявляю об этом официально. Для домашней работы, чтобы мои все педали, которые у меня лежат дома, мой Pedal Board огромный, чтобы он тоже приносил пользу. Не ржавел там в углу. Помимо Iridium сейчас очень долго такие все, которые есть, Simplifier появились, тоже такие же. А, тоже типа эмулятор такой, сразу в линию, чтобы чик-чик. Сейчас, дофига все. Так что заходи, с удовольствием, с удовольствием. Буду. Все, договорились. Круто.